Дэн Браун. Утраченный символ. Глава 10. Роберт Лэндон много раз входил в ротонду, но бегом никогда. В центре зала собралась толпа туристов. Кричал маленький мальчик, родители его успокаивали. Охранники безуспешно пытались установить порядок. Он вытащил ее из повязки. Некорадочно тараторил кто-то. И положил на пол. Подойдя ближе, Лэндон бросил взгляд на то, что вызвало переполох. Конечно, предмет был очень странный, но к чему поднимать такой крик? Лэндон и раньше видел предмет, лежавший на полу, Капитолия. На факультете изобразительных искусств Гарвардского университета имелось множество муляжей, помогающих скульпторам и художникам правильно изобразить самую сложную часть человеческого тела. Как ни странно, это не лицо, а рука. Кто-то оставил в ротонде пластмассовую руку? Пальцы такого муляжа фиксировались в любом положении. В второкурснике, понятное дело, обычно распрямляли средний, указательный и большие пальцы этой руки были направлены в потолок. Однако, подойдя еще ближе, Лэндон заметил, что муляж необычный. Пластмассовая поверхность была не гладкая, а сморщенной и неровно окрашенной почти. Как настоящая кожа, Лэндон словно врос в землю. На запястье виднелась кровь. Господи! Отрезанную кисть насадили на колышек с плоским деревянным основанием. К горлу Лэндона подхватила тошнота. Едва дыша, он с опаской шагнул вперед и увидел на кончиках пальцев крошечные татуировки. Однако, его внимание привлекли не они, а знакомые перстень на безымянном пальце. Не может быть! Лэндон отпрянул, осознав, что перед ним ампутированная кисть Питера Соломона. Зал каруселью завертелся вокруг него.